здравствуйте дорогие друзья на пиблийский портал exeget пришел следующий вопрос как быть когда все против тебя хорошо поговорить с человеком в живую чтобы понять в чем причина бывает такая ситуация когда ты слеп ну уперт и чем больше противодействия со стороны родителей друзей обстоятельства жизни чем на пористе ты стучишься в эту дверь хорошо когда из духовник третейский судья с которым можно посоветоваться сказать батюшка семья против друзья говорят что я ошибаюсь мне кажется я прав что посоветуете батюшка конечно не специалист по всем вопросам но во всяком случае мы не худо-бедно разбираемся в вопросах духовных что нам вредит что пользу приносит и может подсказать знаешь ну дело вроде как к религии никого отношения не имеют к спасению твоей души тоже да хотя помолимся перед началом всякого доброго дела если богу угодно то обстоятельства изменится а если нет то само собой разрушится когда-то говорил подобным образом гамалеил бывает кто-то просто завидуют кто-то не верит в тебя потому что сам чего особо не достиг и чем ты быстрее едешь тем больше противодействия атмосферы ветром сила трения ехать сложнее чувствуешь какой-то какие-то сложности может и действительно на правильном пути вокруг просто завистники и не понимающий тебя люди не ссорься со всеми не разрывай отношения с одной стороны прислушайся с другой стороны если есть у тебя чувство что это твое что ты можешь как интуиция подсказывает ты хочешь себя в этом попробовать успехов вперед дерзай набивай шишки получай венцы славы и успеха пробуй трудись креатив совершай ошибки на которых все равно надо будет учиться предъявляя препятствия учись жить вся жизнь нас остается преодоление препятствий и пусть даже не будет видимого успеха в этом направлении ты получишь опыт опыт преодоления и чужого мнения людей которых ты уважаешь еще мнение обычно слушал друзей и врагов но если не господь созиждет дом суе трудится зиждущий проси помощи у бога когда нет нравственной составляющей этого вопроса ты не можешь понять какая воля божья нет воли божья на грех нет воли божья на предательство на лукавство на ложь на обходы каким-то черными окольными путями входом через черную дверь чем проще тем правильнее если молитва не идет перед началом этого дела как это смущение появляется может не надо выделать но это на пробе ошибок идите по тому пути который вы считаете правильным но еще раз призову найдите священника который будет вызывать у вас доверие который можно будет поговорить по душам посоветуйте с ним благословение возьмите будет легче что надо соберется что не надо рассосется с с божьей помощью жить намного проще чем самоуверенно считать что мне так все получится не не а то попрошу бога помощь тот скажет знаешь это впоследствии перенесет тебе негативный результат ты тактически выиграешь но стратегически проиграешь поэтому не надо тебе здесь и начинать не надо здесь тебе моей помощи пусть все расстроится а ты же не хочешь чтобы расстраивался ты хочешь тактически выиграть ты не хочешь получить хороший результат через десять лет ты хочешь здесь и сейчас пусть даже через 10 лет она все накроется медным тазами погребет под собой и тебя и всех кто тебе дорог нет ты хочешь сейчас победить наберитесь терпения если ты молился чтобы бог тебе помог но была его воля чтобы она решилась решилась что было так как он видит и знает то все будет ко благу и невзирая на то кто за тебя кто против тебя если бог с нами то кто против нас никто помоги нам всем господи внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео